Константин из Санкт-Петербурга спрашивает, а какие гарантии дает компания? Я не зря выбрал именно этот вопрос. Дело в том, что сегодня 9 человек из 10 примерно задают его, и, наверное, этот вопрос тревожит вас. Я вынужден задать встречный вопрос. Константин, а какие гарантии вы вообще имеете в виду, когда этот вопрос задаете? Гарантии того, что компания выйдет на рынок? Их нет. Гарантии того, что, извините за выражение, компанию никто не замочит по пути выхода на рынок? Их тоже нет. Гарантии того, что с руководством компании, с изобретателем ничего не случится? Их тоже нет. Гарантии того, что вам вернут ваши деньги с прибыли, их тоже нет. Нету никаких гарантий, их ноль. Что же есть тогда? А есть очень сильное желание и намерение компании воплотить в жизнь эту идею. И компания делает все возможное, чтобы это сделать. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. А какие гарантии вы, Константин, хотите вообще получить? Ну вот у вас сомнения, вы хотите гарантии. Какие гарантии? Что вас устроит? Вас устроит, если руководитель компании выйдет и скажет, я вам гарантирую, Константин, тот и тот. Вас это устроит? А разве вы не знаете, что сегодня даже президенты государств, стран-президент, когда выходят и что-то гарантируют, то очень часто эти гарантии не выполняются? Разве вы это не знаете? Президенты государств. Это не потому, что они плохие такие, а потому что никто ни от чего не застрахован в этом мире. Или вы, может быть, хотите какую-то бумажку получить по почте с подписью чьей-то о каких-то гарантиях? А разве вы не знаете, что сегодня даже если вы в банк придете открывать счет, вы там подписываете кучу бумаг, там в этих бумагах кучу гарантий, кучу ссылок на федеральные законы, на указы президента, даже ссылки на конституцию. И вот вы положили на свой счет денег, и их могут без объяснения причин заблокировать. Вы не сможете их снять, не сможете с ним ничего сделать. Придумывают зачем? Вы терроризм поддержали, или вы деньги отмываете, будут долгие расследования, даже если вам деньги это отдадут, на это уходят, бывают годы. Вы разве этого не знаете? То есть бумажки даже ничего не дают. Или вы хотите, чтобы, может быть, президент Владимир Владимирович Путин вышел и заявил о том, что он гарантирует со своей стороны. Это для вас имеет силу? Нет. Если вы хотите знать, то я, когда становился акционером компании и покупал акции, я даже не заказал бумажный вариант акции по почте себе. Не потому что у меня нету 500 рублей на доставку, не потому что у меня, не потому что я хочу показать, что я там предан компании. Нет. Просто для меня это не имеет никакого значения. Я знаю, я взрослый человек, я живу в этом мире, тем более в России, я знаю, что вот эта вот бумажка, она по сути не значит ничего. И что может случиться все, все что угодно. И для меня вот эта бумажка, она не играет никакой роли. Может быть, кому-то это важно. Да, компания дополнительно страхуется, да, она дополнительно предоставляет не гарантии, а, скажем так, подтверждение своих намерений. Но для меня это не значит ничего. О каких гарантиях идет речь-то? Вы же прекрасно понимаете, Константин, что вот это вот все вас, вам ничего не гарантирует. Так а зачем вот тогда вопрос поднимать о гарантиях? Что проверить-то вы хотите? Я вот, например, лично этого не понимаю. Давайте с другой стороны зайдем и еще с третьей стороны зайдем. Вы, когда открываете счет, допустим, в WebMoney или там в Киеве каком-нибудь, вы читаете вот аферту, договор, который там, вы галочку ставите? Навряд ли. Один человек, может быть, из тысячи прочитает, а остальные нет. Даже если прочитают, ничего не поймут. И тем не менее, они свои деньги туда положат. А вы знаете, где вообще, в каком банке вообще лежат деньги, которые вы вот в Киеве забросили? Где они вообще, чем они подтверждены? Нет. Да никто этого не знает. Единицы, может быть, догадываются об этом. Но почему-то никто не задает себе вопрос о том, ну а вот об этих гарантиях, когда это делает. Так Киеве вам дает сколько процентов? Дает вообще какие-то проценты? Зеро, ноль. WebMoney, может быть, вам дает проценты? Зеро, ноль. Ваши деньги просто лежат там и тухнут. А здесь же вышла компания Skyway на рынок, которая же дает увеличение, говорит об увеличении стоимости ваших акций в тысячу раз, в 200 раз, в 500 раз. И еще при этом вы требуете какие-то гарантии. Вы ждете каких-то гарантий со стороны. Вам не кажется, что это немножко, ну, не буду говорить резко, да, что это глуповато, но это нелогично, так скажем. Я надеюсь, что мой ответ каким-то образом вам помог. Значит, два момента. Если у вас мой ответ, даже не так сформулирую, если после вот этого моего ответа, тем не менее у вас какие-то сомнения, вы уже сейчас на старте думаете о том, что если с компанией что-то случится, ничего не получится, то вы пойдете там по каким-то инстанциям, то, Константин, не нужно вступать в компанию, не нужно. Бегите от нее, отстранитесь от нее. Если у вас после этого ответа, если вы понимаете, если вы взрослый человек, что все 50 на 50, или да, или нет, если вы все это принимаете, если вам не нужны никакие гарантии, вы просто делаете то, что должны делать, и знаете, что компания делает то, что должна делать, тогда можете вступать в компанию. В других каких-то случаях не нужно этого делать. Благодарю вас за внимание.